Иностранные бренды взяли паузу на российском рынке. Причем похоже, что последний работающий завод по СМА РУС в Калуге все-таки истратил запас компонентов и тоже встал. Официально представительство концерна Stellantis тему комментировать не хочет. А раз так, то обратим взоры на отечественный автопром, который спешно ищет кем заменить выбывших иностранных поставщиков. Фронт импортозаместительных работ огромен, и эта тема обещает нам много новостей в ближайшие месяцы. Впрочем, мы и не могли пройти мимо 45-летнего юбилея Нивы. Ниве-45. А начиналась история будущей легенды так. Председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин поставил перед коллективами ВАЗа, АЗЛК и Ижмаша задачу создать легковой автомобиль повышенной проходимости. От министерского задания до выпуска первых предсерийных образцов прошло всего 4 года. Первый серийный образец модели ВАЗ-2121 покинул конвейер Волжского автозавода 5 апреля 1977 года. Притом, советские автомобилисты получили революционный по мировым меркам автомобиль с несущим кузовом, постоянным полным приводом и совершенно легковым дизайном. До этого подобного не делал ни один производитель во всем мире. Кстати, фирменная схема трансмиссии появилась не от хорошей жизни. Распределение момента между двумя осями позволило снизить нагрузки на редукторы мостов, которые ради экономии пришлось взять от обычных Жигулей. На московском автосалоне 1998 года публике представили второе поколение Нивы. Правда, в серию новинка пошла под именем «Шевроле Нива», а выпуском внедорожника занялось совместное российско-американское предприятие GM АвтоВАЗ. История этого партнерства абсолютно прозрачна. В Тольятти не хватало денег на запуск машины, а боссы General Motors решили, что небольшие по меркам концерновложения окупятся с Торицей и оказались правы. Впрочем, в 2019 году АвтоВАЗ выкупил долю американцев и вернул права на товарный знак Нива. До этого первое поколение внедорожника приходилось продавать под брендом Lada 4x4. Сейчас Нив выпускается две. Классическая именуется Legend, а более свежая – Travel. Притом, Тревелу напоследок перепал щедрый подарок от GM. Большой рестайлинг, который подготовили незадолго до выхода концерна из совместного предприятия. Еще совсем недавно будущее Нивы казалось абсолютно прозрачным. Обе нынешние машины продолжают выпускаться до 26-го года, после чего эстафету принимает принципиально новое поколение на платформе Duster. Но сейчас судьба Нивы 3 повисла на волоске. Напомним, что группа Рено, как главный акционер автогиганта, сейчас раздумывает, как поступить со своим российским активом. И в этой ситуации может быть недоиспользование европейских архитектур. Под вопросом оказалась вся стратегия французов по переводу АвтоВАЗа на платформу Альянса и технической унификации Лады и Дачи. А жаль, ведь вазовские конструкторы сотворили нечто любопытное. Не просто взяли румынский кроссовер, а дополнили его усиленной муфтой, понижающей передачей и другими интересными решениями. В последние недели особенно актуальным стал вопрос, а насколько российские автопроизводители зависимы от иностранных комплектующих? Ведь многие европейские компании прекратили, либо готовятся прекратить, отгрузки запчастей. На этот вопрос точнее всего поможет ответить закрытая статистика Минпромторга. Ведь чиновники министерства ежегодно оценивали уровень локализации каждой модели отечественного производства. Для этого была придумана хитрая система, которая учитывала даже скрытый импорт. Это те изделия, которые формально сделаны внутри России, но почти целиком состоят из импортных деталей, сырья и материалов, то есть компонентов второго порядка. В итоге, если машина на 100% собрана из наших узлов и агрегатов, Минпромторг присвоил бы ей 8800 баллов. Почему именно столько, сказать сложно. И вообще, сама система бальной оценки остается довольно запутанной. Скажем, за локализацию сварки кузова положено 400 баллов. Штамповка деталей от 100 до 300 в зависимости от процента общей массы черного кузова. Использование металла из государств ЕАЭС даст 200 баллов. Само собой, производители стремятся набирать эти очки за счет крупных операций, потому что мелкие детали ощутимого прироста не дают. Например, изготовление каркаса руля дает 10 баллов, обивка 5. Причем обивка из отечественных материалов присваивает еще 5 дополнительных баллов сверху. Сложно, но другой схемы, как говорится, у нас нет. По выкладкам Минпромторга в линейке марки Лада сильнее остальных локализована Гранта, а больше всего импорта в Ларгусе. И сейчас мы объясним почему. С Ларгусом ситуация самая понятная. Эта машина построена на французской платформе Global Access, поэтому многие детали для нее было выгоднее закупать за границей, чем осваивать местное производство. Тамошние заводы штампуют деталь подвески и другие изделия просто огромными тиражами для конвейеров Альянса Рено-Ниссан по всему миру. Поэтому себестоимость таких компонентов выходит предельно низкой. Но почему исконно ВАЗовская Гранта оказалась локализована только наполовину? Увы, но все последние годы АвтоВАЗ старательно заменял продукцию ненадежных российских поставщиков импортными аналогами. Взять, например, механическую коробку передач. Для многоконусных синхронизаторов кольца и фиксаторы поставляли немецкие Хёбигер и Инна Шеффлер. Также Шеффлер делал механизм переключения, а японская от Сумитек предоставила тросовый привод. Итого отечественные шестерни и картер. Ведь даже сальники и подшипники от иностранных производителей. И это только лишь пример одного агрегата. В двигателе и подвеске, не говоря про электронику, также наберется немало импорта. Сейчас отдел закупок АвтоВАЗа ускоренно ищет аналоги санкционных изделий, выпущенные локальными компаниями. Благо, такие действительно есть. Как правило, это бывшие поставщики АвтоВАЗа, которые теперь выпускают запчасти для вторичного рынка. Главное, чтобы качество этой продукции не уступало заграничным аналогам. Ведь чтобы попасть на ВАЗовский конвейер, каждый поставщик проходил строгую оценку по стандартам Альянса Рено-Ниссан. А сейчас, скорее всего, для сборки новеньких ЛАД придется брать то, что есть. В сегменте легкового Кумтранса ситуация еще интереснее. Так, Газель, по данным Минпромторга, локализована примерно наполовину. Но Горьковский автозавод, живущий под угрозой санкций с 2018 года, давно подобрал аналоги западным комплектующим. Тем удивительнее, что степень локализации УАЗовской буханки ничтожные 33%. Правда, в ней большая часть узлов и агрегатов имеют китайское происхождение. Так что конвейер не остановится, но цена машины сильно зависит от курса рубля. В любом случае, службам закупок предстоят непростые времена. Ведь доставить те же запчасти из Китая сейчас будет сложнее, так как многие морские контейнерные операторы отказываются перевозить грузы для российских компаний. А железнодорожный Транссип весь морской трафик не заменит. Впрочем, о логистических нюансах нового времени мы расскажем отдельно на следующей неделе. А пока обратимся к большим машинам. Тем более, что белорусский МАЗ показал первый антисекционный автобус, в конструкции которого удалось обойтись без европейских комплектующих. Рецепт оказался прост. Если производство передних осей освоили сами белорусы, то задний портальный мост и шестидиапазонную автоматическую коробку поставила китайская ферма FastGear. Мотор тоже имеет поднебесное происхождение. Это агрегат V-Chai. Отдельно отмечается, что двигатель и автомат собраны на заводах под Минском, так как белорусский автогигант некоторое время назад организовал соответствующие белорусско-китайские совместные предприятия. Цену подобных низкопольников МАЗ пока не называет, но такую технику вовсю предлагают клиентам. В частности, администрации Санкт-Петербурга, где трудится огромная флотилия МАЗовских машин. Очевидно, что примерить китайские агрегаты придётся и некоторым другим отечественным производителям. В частности, все тяжёлые, грузоподъёмностью от 20 тонн и выше. Грузовики КАМАЗ оснащались 16-ступенчатыми трансмиссиями ZF, которые теперь станут санкционными. Как отмечает военное обозрение, российский аналог коробка КАМАЗ-161 давно не выпускается. И возобновить производство не так просто, поскольку и здесь же применялись импортные комплектующие от той же ZF. Это значит, что разнообразные многоосные шасси и тяжёлые тягачи, которые среди прочих также закупала российская армия, будет нечем комплектовать. Если, конечно, на помощь не придёт Ярославский моторный со своими 9-ступками, или тутаевский завод не запустит 14-скоростную коробку, или же не будет найден временный китайский аналог. А вот автозавод «Урал» абсолютно спокоен. Моторы и трансмиссии для миасских грузовиков поставляет Ярославский моторный завод, а мосты могут ставиться либо собственные, либо китайские «Хянде». Правда, в ближайшее время уральцы планируют сосредоточиться на проверенных временем моделях. Это значит, что основой гаммы вновь станет классический «Урал-4320», который этой осенью отметит 45-летний юбилей. Впрочем, некоторое время назад на заводе началась большая модернизация, на которую из бюджета удалось выбить двухмиллиардный заим. На эти деньги планировалось освоить выпуск широчайшей линейки мостов. В миассе уверены, что им удастся закончить начатое, но для этого потребуется дофинансирование. Зато детали трансмиссии, выпущенные «Уралом», смогут покупать и другие автопроизводители, например, «КамАЗ» и «МАЗ». В России повышена минимальная планка налога на роскошь. Так принято называть повышающие коэффициенты транспортного налога, который распространяется на дорогие машины. До сих пор повышенной ставкой облагались модели ценой свыше трех миллионов рублей. Новая планка сразу 10 миллионов. За столь дорогой автомобиль владельцу придется заплатить налог втрое больше обычного. Правда, свежие тарифы будут касаться машин, купленных после 1 января нынешнего года. А полный перечень моделей, за которые придется платить налог на роскошь, Минпромторг обещал опубликовать 31 марта. Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает выход России из Всемирной торговой организации. И для Автопрома такое решение может иметь самые позитивные последствия. Если страна действительно выйдет из ВТО, правительство получит возможность поднять возные таможенные пошлины на импортные автомобили и одновременно отменить утилизационный сбор, который сегодня платят даже чисто российские производители. Напомним, что утилизационный сбор вводился как новый заградительный барьер вместо традиционных пошлин. Ведь снизить таможенные ставки от России требовали правила международной торговли. Отчасти сбор компенсируется разнообразными перечислениями из государственного бюджета. Но чтобы получить частичную или полную компенсацию утиля, автозавод должен повышать локализацию выпускаемой техники. Отмена сложного механизма уплат и компенсаций сильно упростит отношения между властями и автопромышленниками. Ну а машины российского производства могут подешеветь аккуратно величину этого самого сбора. Китайские производители не планируют отказываться от российского рынка. Поэтому в базе Роспатента появилась охранная запись по поводу кроссовера HVL H6 Supreme. Это топовая версия кроссовера H6 третьего поколения, которая отличается роскошным оформлением салона и оригинальным оформлением передка. Оформление патента не означает, что дорогой китаец вскоре выйдет на российский рынок. Однако, как показывает опыт, азиатские марки всегда действуют по одному сценарию. Сначала патентуют дизайн, затем проводят сертификацию, а после этого открывают продажи. Российский офис GLE придерживается другого плана. В этом году нашей публике должны предложить флагманский кроссовер Manjaro. А перед этим, учитывая суровость российского климата, модель прошла большой цикл зимних испытаний. Так, в течение двух месяцев машины намотали по северу России более 15 тысяч километров. Во время тестов температура воздуха варьировалась от минус 10 до минус 40 градусов по Цельсию. Прежде всего, экспертов интересовали ежедневные холодные запуски двигателя. Кроме того, отдельной инспекцией подверглась климатическая установка будущего флагмана. Вдобавок, проверив работу обогревов и механизмов, а также прочность металлических, резиновых и пластиковых деталей, испытатели сделали вывод, что новинка не должна испугаться даже самых суровых зим. Редактор субтитров А.Семкин